Можно проходить 5 человек. Одному не поедет. Либо все, либо никто. Приглашали всех. После кресла человеку подтвердили, что едут по кресту первые. Вот кораблик отправляется. Кораблик отправляется без нас. Хорошего путешествия! Нет, не все. Может какие-то уже выкачаются. Трудность городского совета была, конечно, ожидаема, но не в таком масштабе. Я могу предположить, что он не приедет, Игорь Александрович Мессин. Каждый, допустим, не приедет. Каждый глава. Он все-таки подъедет. Начальник участка предприятия. Самсон Васильев Иванович Мессин. Самсон Васильев Иванович Мессин. По маслу, которые были высказаны в сети, особенно в Facebook. То есть продольные балки по проекту должны были заменить 16. Заменено только 3. Кто может ответить на этот вопрос? Почему так случилось? Наверное, я. Потому что искаженная информация, откуда люди берут 300 балок. У нас в самом начале было предусмотрено, рассматривали 6 аварийных балок. Самые аварийные, которые находились на этом основе. Из этих 6 балок, по расчету, по их дефектности, 3 балки подлежали замене. Их уже и заменили. Вы знаете об этом. Но 3 балки, усиленные, были усилены в релюстными лентами. Других цифр я не знаю из этих балок. А всего аварийных балок на мосту 10 штук. 10 штук, те 10 штук, которые подлежали замене, то есть подлежали усилению в релюстными лентами. Практически все эти балки, дефектные, восстановлены с помощью применения в релюстных лентами. Спасибо. Так, дальше. Это мы говорили про продольные балки. Нет. Написано, поперечные балки не ремонтированы. Непонятно, что такое поперечные балки. Непонятно. Это вопрос звука. Нету поперечных балок. Нету. Есть только продольные балки у моста. Мост состоит из опор, ригелей и балок пролетных строений. Поперечных балок нету. И грамотный вопрос. Ясно. Дальше. Вопросы с Фейсбуком. Гидроизоляция под деформационными стеками не выполнена. Вопросы с Фейсбуком. Это абсолютно глупый вопрос. Вопросы с Фейсбуком. Если я смогу сейчас найти этот чертёчек. Это просто шёлк. Шёлк типа Маур. Это современный шёлк, который применяют во всей Европе. Изготовление немецкой фирмы. Это шёлк. Шёлк представляет себя из двух пластинок, у которых имеются рёбра. В эти пластинки втапливается лента резиновая, которая при перемещении балок пролетных строений ниже сужается или расширяется. И надо, чтобы вот эти металлические элементы были прочно прикреплены к пролетному строению, чтобы они от температуры перемещений работали вместе, совместно с балками пролетного строения. Тот человек, который предлагает между бетоном и балкой положить изоляцию, это тогда отсылится вот этот верхний бетонный слой, который работает совместно с балками пролетного строения. Но что мы сделали? Вот этот бетон, которым мы закрепили металлические листы, положили на очищенную поверхность балок против строения, безкоструенную. Сверху был наложен специальный треющий состав и сверху дальше выложен бетон. Если вы видели, сверху это бетон, наположен ещё специальный состав, который предотвращает проникновение воды внутрь. Вот проникающие действия сверху поставлены пешком. В этом никакой воды, никогда, через бетон, вот эта непредставимость В-12, В-10, В-8 никогда не проникнет. Это тоже вопрос от Утава, наверное, плохо понимают. Я предупреждаю, я на глупые вопросы отвечать не буду. Хорошо. Да приходите отвечать, чтобы разъяснить позиции. Ну зачем разъяснять? Все, 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 все внимание. А все, все слушают? Этот, Москва-туннель. Кто нет? Еще раз. Кто сел на корабль вместо активистов и не слушает ответ? Значит, пожалуйста, посмотрите. Так подойдите ближе, чтобы было слышно. Вот не надо вместо активистов. Мы приехали на встречу с активистами плюс массостроители. Хорошо, да. Ого. Я хочу, чтобы все обратили внимание. Все слушают или не все слушают? Посмотрите. Кто не слышит, подойдите сюда. Иначе вы просто занимаете место вместо людей, которые хотели поедать. Верните корабль, мы до нас пустимся, а вы езжайте дальше. А вы там базарите сзади и из-за вас еще не слышно. Вы можете сюда подойти, кто не слышит? Давайте стулья сюда, по одному только. Дайте стулья сюда, дайте. Вы хотите писать на мост? Да, мы хотим писать на мост. Все хотят писать на мост. Все хотят писать на мост. А здесь мы поднимали? А здесь мы поднимали? Мы поднимали. И мы не можем снимать в это время мост, ради которого мы сюда приступили. Хорошо. Хорошо, картинка есть, эксперты есть. Поехали дальше. Вопрос из Фейсбука. На верхней, по течению части моста, это получается дальняя одна, укладывается упрочняющая сетка низкого качества и не соответствующих размеров. Вопрос, я понял, наверное, не грамотный, просто не грамотный. Давайте подряд что-то ответить надо. Ну а где я отвечу? Вы знаете, когда укладывался раствор, сверху укладывалась сетка с тканью, которая защищала от солнца, от пересыхания, она позволяла поливать. Так вот энтузиасты решили, что это арматура. Пришлали фотографии и все это. Это фактически была сетка для защиты от солнца, чтобы не пересыхал бетон. А внутри бетона была своя сетка, которая по проекту, которая лежала. Поэтому, пожалуйста, если задаете вопросы, они не должны быть, ну, извините меня, голубые. Это была просто защита от солнца. Следующий вопрос. Ограждающие металлические конструкции столбы сделаны некачественными. Части конструкции не стыкуются друг с другом. Консольные крепления столбов очень слабые. Окраска поверхности металлоконструкции некачественная. Видны многочисленные очаги коррозии. Я отвечу. Все там сделано качественно. И хочу энтузиастам задать встречный вопрос. Ребята, а где вы были, когда на мосту был сквозной брак? Ни одной правильной работы. Где вы были? И где были ваши вопросы? И где вы были, когда первый натянутый провод сложил стойки? Почему вы не хотели, не спрашивали? Ну, если так же я вам ответил. Но это ответ не по сути. Это по сути. Я дополню. Одну минуточку. Я дополню. Это обвинение. Дело в том, что вот где-то 2-3 недели назад было произведено испытание. Опора освещения. То есть натягивалось между противоположными опорами трос, с лебедкой, зеленым метром. И дали туда проектную нагрузку горизонтальную. Ту, которую он должен держать в процессе эксплуатации. Эти опоры выдержали эту нагрузку, даже не выдержали, продержав эту нагрузку в течение 20 минут. Поэтому мы уверены в том, что те проектные, которые у нас будут предусмотрены, все эти опоры моста выдержали. Я имею в виду опоры освещения. Спасибо. Дальше. Ограждение нужно было делать из оцинковки, менять раз в 15-20 лет, а не из металла, и красить каждые 1-2 года. Ну, я тогда отвечу на этот вопрос, потому что там еще ряд вопросов есть насчет центральное барьерное ограждение, вроде по какому-то тяжелым. Там. Значит, барьерное ограждение между полосами движения устанавливается, состоит из требований нормативных документов по безопасности движения. Этими документами договорено, что можно применять железобетонное, либо металлическое ограждение. Почему мы остановились на железобетонном? Если взять металлическое ограждение, обычное мостовое, которое вот иногда устанавливают, его устанавливают из разделительной полосы больше трех метров. Почему? Потому что от удара машины идет динамическое перемещение. Вы сами видели, как изгибаются эти металлические ограждения. Представьте себе, эти ограждения по нормам до полутора метров может быть перемещение от динамического воздействия. У нас первого разделительная полоса один метр. Если бы мы поставили металлическое барьерное ограждение, удар машины во встречу, изгибается это барьерное ограждение, что будет делать встречная машина, которая идет навстречу. Резкий поворот направо, что там будет произойти, вы уже сами можете представить. Поэтому мы в соответствии с нормами установили железобетонное барьерное ограждение, которое жестко соединено с пролетным стрелением и не перемещается. Некоторые пишут, что это перегруз моста. Да, мы просчитали, да, есть там тысячи тонн перегруза. Но надо учесть, об этом никто не знает, что прежняя часть, когда раньше делалась, сверху балок пролетное стреление, укладывалась гидроизоляция на выравнивающий слой, а сверху изоляция, которая в то время применялась из стеклоткань, либо мешковина, она защищалась защитным слоем бетона. Толщина этой сетки, этого бетона, 4 сантиметра. Так вот, это толщина... А вот сейчас мы применили новую совершенную изоляцию, которая не требует защитного слоя бетона. То есть мы вот это 44 сантиметра изъяли из проекта. То есть мы облегчили мост в три раза больше, чем весит это барьерное ограждение. Если здесь тысячи тонн, то там три тысячи тонн вы сняли. Спасибо. Значит, следующий вопрос, который был задан. Не проведен ремонт опор в подводной части. Ну, подводный опор, ремонт опор, он не требуется. Ну, что водолазы в свое время, в 13-м году, детально обследовали конструкцию, фундамент. Подводная часть находится в длительном состоянии. Сделано даже большее. У нас опоры стоят на сваях, 40 на 40. Рассчитаны с учетом опоры моста, рассчитаны с учетом местного размыва, метр семьдесят. Я попросил водолазов, если есть какие-то размывы около опоры, они обычно бывают, потому что обычно движение реки плавное, спокойное, ламинарное, а внизу течение, встречая какое-то препятствие, становится турбулентным. То есть, происходит завехление и ускорение скорости. При этом, происходит размывы внизу опоры. Там где-то размывы достигали, вот, при обследовании метр десять. Я попросил, чтобы не глубже размыли, и посмотреть потом, в состоянии сваи находится. Потому что вот этот истирающий эффект мог как-то негативно сказаться на защитном слое сваи. Защитный слой оказался нормальным, никаких истирающих не было. Поэтому, та часть, подводная часть, ремонту не подлежит. Единственное, вот эта зона, между воздухом и водой, там есть какие-то вот такие углубления, которые мы в последующем учтем, и они будут отремонтированы. Спасибо. Они опасности не представляют. Ясно. Дальше. Без ремонта несущих балок, ригелей и опор, данный ремонт нельзя считать капитальным. Ну, я на этот вопрос таким образом отвечу. Задача первая, которая предусматривалась, она выполнена. Устранить возможность обрушения конструкции. Пролетных строений, в частности. Потому что самые аварийные, это у нас балки пролетных строений. Поэтому все аварийные балки сейчас вылечены. По балкам можно ездить. И даже более того, с устройством проезжей части, верхней, обновленной, предотвращено попадание влаги от атмосферных вод и солевым раствором. Это та среда, которая вызывает дефекты в конструкциях и железащих от проезжей части. То есть дальнейшее развитие деформации в конструкциях опор интенсивно. Предотвращено и аварийное состояние верхней конструкции устранено. Можно спокойно ездить по Москве. А можно точную цифру назвать? Сколько капитально ремонтовано? Сколько заменено балок? За счет замены балок я уже говорил, что там заменено три балки. Три аварийные. Десять балок. Усилены градусами лентами. Так, я... Подождите, подождите. Я перебью. С этого начиналось с балок. Возможно, кто-то не слышал. Возможно, кто-то сидел сзади. Поэтому мы всех собрали. Ну, было ж написано в экспертизе, что 69 капитально ремонтовано. Можно спросить? Экспертизу делала ДП Жиркова. Официально. Нам передала... Министр рада передала этот документ. Что 69 балок мало бути капитально ремонтовано. В них значные дефекты. Почему они не ремонтованы? Кошторис был свой 28 млн гривен на осень. Кроме усиления балок бургулируются миллионами, 10, о которых я говорил. Есть там дефекты в опорных зонах балок. Которые... Три из них были крайне аварийные опорные зоны. Их тоже устранили. Они не входят в число десяти, которых мы усилили. Потом... Ведь... Дело в том, что... Солевые растворы, попадая на поверхность балок, нижнюю часть, трещины, микротрещины, они вызывают коррозию арматуры. Это коррозия арматуры преднапряженная. Она опасна. Она себя так внезапно... Может проявить только внезапно, когда там продукт коррозии слишком много. Либо пучки, проволоки, пучков, полностью перержавели. Всего у нас в каждой балке по 10 пучков. В каждом пучке по 24 проволоки толщиной 5 мм. Ну вот там, где у нас были слегка огольные пучки, либо слоился защитный слой бетона, это ремонтировалось, а вот это нижнее сядье на полностью крайней балке, особенно подверженное этому, они это ремонтировались. А остальные незначительные дефекты будут уже ремонтироваться в последующем среплением и впоследствии. Но написано было, что значные дефекты. Вы средние балки взагалі не ремонтували. Я бы сказал, что средние балки не имеют значных дефектов. Только крайние балки имеют значные дефекты, они отремонтированы. Вы меня не услышали, я с вами не буду вступать. Я вам поясню, что крайние аварийные балки отремонтированы. Все дефекты, которые могли вызвать дальнейшие какие-то негативные явления с балками, отремонтированы. Можно? Отвечайте в эту сторону, пожалуйста. Смотрите, сейчас мы в полном раздрае находимся. Я еще ответил, девушка. Понимаете, десять было таких, чей ремонт не просто, а не просто аварийный. Три вынимали специальным проектом. Чтобы их можно было снять, боялись они, что при подъемке они даже могли разрушиться. И разрабатывали строповку специальную, чтобы они не разрушились просто в воздухе. Остальные балки были страшно побитые, в смысле семь. И их отремонтировали. Все остальные имели ремонт, и они сделаны. Но это был не такой большой ремонт, как у этих семи балок. Эти семь балок практически были, ну это просто ужасное состояние. И мы передавали мэрии и снимки. У нас на каждую работу есть снимки. И сколько где арматуры выглядывало. И сколько, были такие места, что по десять метров просто все пучки оголены. Оно просто держалось, как струны в гитаре натянуты. Вот так пучки были натянуты, свободно. И это все сделано. Все, что было, нужно было сделать. Уже аварийное сделали. А то, что опорные части, опорные части это отдельная работа. Это отдельный проект. Это в будущем будет. На опорные части проект не проводился? Ни тендер, ничего не проводился. Грубо говоря, потому что это не угрожает. Это не угрожает. Объясните, пожалуйста, такие противоречия. В проекте 2015 года написано 70 аварийных баллов. Которые подлежат ремонту. И шесть написано в крайне критическом состоянии. Вы чей проект смотрели? Институт или чей-то другой? Нет, институт Днепра. Самый первый проект был, еще раз говорю, шесть баллов. Шесть было в крайне аварийном состоянии. А семьдесят было рекомендовано для ремонта. Ремонт, да. Лишь ответили на этот вопрос, что отремонтировали. А по 10 же сказали. 10 заменили, 10 подлечили. Вы не подлечили. Слушайте, 3 заменили, 7 вылечили. 3 заменили, 7 вылечили. 10 вылечили. А как тогда объяснить, вот в сообщении пресс-службы такие были, отчет Лысенко, вернее отчет Лысенко был, 28 балок отремонтировано. А это другие балки, смотри. Да вот вы посмотрите на них, они все вот сейчас покрашены. Посчитайте количество пролетов. Пролетов 40. Ну так а сколько балок отремонтировано? Нет, ну как тогда нам разобраться? Давайте поговорим про терминологию, потому что действительно много проблем, потому что люди не понимают терминологию. Терминологии перекручивают все слова. То есть, например, там считают, что здесь есть поперечные балки, которых нет. То есть, продольные балки. Покажите, что такое продольная балка, как она выглядит. Продольная балка находится между двух опор. Вот она. Вот сейчас едет автобус, он едет по продольным балкам. Между собой они связаны диафрагами. И сварены пластинами металла. Сколько всего продольных балок в одном пролете? Четырнадцать балок. То есть, всего на мосту приблизительно больше... Пятьот восемь. Пятьот восемь. То есть, вот вам ответ. Три. Три заменили. Десять серьезно реконструировали. Остальные реконструировали. Семь серьезно реконструировали. Ну пока. Семь именно отремонтировали, усилили. Их усилили в связи с высокой аварийностью. С высокой аварийностью, когда страшно просто рубаться. Залазишь туда, люди боятся брать молоток и вырубывать этот бетон. Потому что оно может отволить. Конечно. Просто она сразумила, что у нас 69 проекта. Да, как это? 69 должно было быть отремонтировано. Вы объясните это все. Нужно взять, открыть проект и посмотреть. Там в проекте четко указано, какие нужно сделать ремонты. А зачем ты это 70 указали? 69. Правильно. Вы же смотрели проект? Да. Правильно. Там указано 70 баллов. 69. Хорошо. Пусть 63. Призаменит. Вы открывали? Там по каждой фактически балке есть отдельный чертеж влизи. В котором указано, какие есть повреждения, какие. Как их устранять. Все же таки. У нас 59 значные дефекты. Что значные дефекты? Это значные. Хорошо. Я вам после этого всего покажу фотографии значные дефекты. Давайте так. Уточняющий вопрос, чтобы мы тут не вступали в дискуссию. Соответственно, все балки были осмотрены. Сделаны по ним выводы. Три заменены. Семь капитально отремонтированы. Остальные отремонтированы. Правильно? Правильно? Да. Хорошо. Сошлись нам. Дальше. Вопрос из интернета. Сразу два вопроса к подрядчику. Работы выполняли неквалифицированные рабочие. Их было недостаточное количество. Работало около 10 человек. Должно было 100 минимум для такого объема работы. Прокомментируйте. Насчет квалификации наших рабочих. Вы можете дать официальный запрос. Вам дадут по каждому человеку документы. Все люди опущены. Все люди проходят медосмотры. Полностью весь пакет документов. Это обязательно. Без этих документов просто не нужна работа. Как мне платить за рабочие. Пишите еще. По поводу... Я заполню все-таки. Я заполню. Это лучшая организация в Украине, которая качественно строит и ремонтирует москви. Другой такой нет. Не очень опытный и грамотный специалист. Ясно. Это второй подрядчик? И почему их 10, а не 100, 200 или 300? По поводу 10 человек. Каждый божий день приходили спецслужбы. И проверяли количество людей. Здесь не работало. 10 человек здесь работало, когда его убирали. До этого работало порядка 200 человек. Просто вы посчитайте. Логично. Мост полтора километра. 44 пролета. Умножьте на 2. Сколько нужно людей, чтобы поставить на каждый пролет по 2 человека. 88 человек. Вы их просто не увидите. Проходя мимо их, вы их не сосчитаете. Когда мы сверлили отверстия под деформационные швы, нужно было использовать порядка 18 человек. А кто задал этот вопрос? Это с интернета. Это все вопросы из интернета. Ответьте, пожалуйста, интернет. Где они были, когда на работе здесь работали солдаты? Меня. Мы сейчас не комментируем. Мы сейчас не комментируем предыдущего подрядчика. По предыдущему подрядчику возбуждено уголовное дело. Там занимаются правоохранительные органы. Мы сейчас комментируем. Дальше. Наверное, один из самых интересных вопросов. Почему выросла стоимость работ за период ремонта? Мы об этом, я обычно об этом всегда говорим, и по телевидению, и проекте об этом сказано. Вот эта агрессивная среда, она 50 лет попадала на конструкцию на балке. Она разъедала бетон, медленно, но уверенно. И вот по течению 50 лет начали появляться вот такие дефекты. Но они не в каждой балке отдельно появляются. Они где-то начали разброс в массовом порядке. Мы вот каждый год обследовали с 13-го года, и постоянно увидели увеличенное количество дефектов. Это оказывалось обосновление арматуры, коррозие арматуры. И вообще во всех элементах балок проритострения и даже опоры и опорных частей постоянно увеличилось количество дефектов. Поэтому с учетом очередного документации, который мы дополнение выдавали, мы учитывали эти дефекты, которые мы обнаружили. Обследование выполняли специальными опытными людьми, альпедистами, простукивали, прощупывали. Но увидеть, увидеть или с помощью специальных приборов, или натурным осмотром, коррозия, пучка, балка, пролет и среди, просто невозможно. Я специально подготовил такие материалы, кто захочет, может посмотреть. В интернет-журнале «Лауковедение», выпуск 5 октября 2014 года. Вот они пишут, что поведение при напряженной электронной конструкции армированной стадии, склонной к горизонным раскрескам, труднопредсказуемое. Так как размерная коррозия напряженной высокофрочной арматуры, вплоть до ее разрушения, может практически не наблюдаться. Понятно, что внезапное разрушение напряженной конструкции здесь не опасно, так как не сопровождается прогибами и раскрытым трещин. И далее говорят, что этот процесс еще недостаточно изучен, наука изучает этот процесс. И поэтому мы видели наяву, как это происходит. Когда просто украли бетон, уходишь в сторону, вдруг внезапно пласт метров длиной 3-4 падает вниз, возвращаемся, смотрим, там коррозия арматуры. Когда простучали, просмотрели его приборами, ничего не показало. Это один фактор, в том числе человеческий фактор, когда начали проводить работы по расчистке этих слабого бетона, увидели, что там перчатки лежат, там пролокопроверенный бетон, там веток, что угодно. Это никак нельзя его увидеть через пучки, которые закрывают эту зону. То есть здесь имеется не только внешний фактор, который повлияет на простудистые характеристики нашей конструкции, это еще человеческий фактор в приготовлении этих конструкций, которые можно было установить только в процессе разборки этого бетона. А когда увидели коррозию арматуры, ну она, допустим, там метро. Но надо, чтобы предотвратить коррозию, полностью очистить, приходится еще по полметра дальше разбирать даже мою арматуру, где она не повреждает коррозию. Поэтому такие объемы, они, естественно, увеличиваются, при производстве работы направляют. И с течением времени дефектно увеличивают. Спасибо. Еще я вам отвечу, что такая была интересная ситуация, и мы пришли к выводу, что балки на этот мост делали, очевидно, несколько заводов, потому что они резко отличаются по качеству. В некоторых балках прямо, ну вот такого объема пустоты, которые люди начинают, отщелкнули защитные сложности, а там прямо пустоты, и пустота такая арматура, понимаете. И, короче, для того, чтобы определить все нюансы, может, надо было раздеть. Вот когда начали его раздевать, разбирать все эти нюансы, выявилось то, что раньше просто никто не мог определиться. Поэтому так. А еще была информация, что за ци рощи можно было новыми. Ну, это информация опять, просто информация какая-то. Вид ректора, а не прокуратуратского. Скажите, можно за эти деньги построить новый мост? Конечно. Новый мост, если бы запроектировать и построить, наверное, миллиардов десять долларов. И меньше. Не хватит. И я хочу, чтобы вы помнили, что этот мост строил весь сервиский сайм. Это очень большая работа. Это очень серьезный труд. Да. Там его за два года построили. Да, весь советский сайм. Пять лет. Это кто-то неправильную информацию дал. Каждому мосту отряду дали опору. Ваша опора. Вы признали, что все те. Еще раз, сколько мост строился? Мост начался строиться в 61-м году. В 61-го. Закончили его в 66-м. Это с подготовкой, с изготовлением конструкции, с подготовкой полностью, как когда было плановое строительство, изготовление на заводах балок, конструкций. То есть все это готовилось планомерно пять лет. А вот когда пошел монтаж, смонтировали его за два года. Ну, пройдет для строения. Да. Вопрос от меня. Что проще? Построить новый мост или отремонтировать уже после кого-то? Построить новый. Построить новый, конечно. Это большие капитальные вложения. Мы за пять лет силами своей одной организации построим новый трехов. Ясно. А вот с какими проблемами столкнулись после прошлого подрядчика? Практически 80% рабочего не выполнили. Все пришлось разбирать и делать заново. Не просто сделать заново, а разобрать и делать заново. Это же все строители так говорят. Когда у строителя спрашивают, как предыдущие делали? Мы ничего не делали самостоятельно. Мы все делали по чертежам и по распоряжению заказчика. И там еще один момент, который, может быть, и в защиту, я скажу, прошлого подрядчика. Закончились работы где-то в декабре месяца. Изоляция не была уложена, они не успели ее уложить. И сверху положили асфальт. Естественно, начали солью сыпать. Изоляции нету. Потому тот слой бетон, который внизу был уложен, ну, конечно, разрушился с солью и ухо сфором. Поэтому его пришлось заново восстановить уже. Не просто брак полнейший, а есть еще элементы внешних воздействий. Грубо говоря, влияние внешней среды во время... Очень быстро, очень быстро происходит влияние. Только открыт мост, все же прекрасно понимают. Да, мы не делаем отделку, пока нет крыши на доме. Все же это прекрасно понимают. Никому это не надо рассказывать. Поэтому сейчас, устранив аварийность моста, раз. Второе, сделав ему крышу, которая на сегодняшний день не протекает, мы, соответственно, продлеваем жизнь конструкциям. Причем очень и очень надолго. Все это должны понимать. И еще я добавлю, тем, кого эта действительность интересует. Сегодня строительство за последние 15-20 лет очень сильно изменилось. Изменилась техника. Появились совершенно новые серьезные защитные материалы. И вот сегодня выпускаются балки, которым можно писать гарантия 50 лет, там ничего не надо делать. Они пропитываются специальными составами на 40-50 миллиметров. Они не боятся. Даже если потечет, они уже тоже не боятся. Давай, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вопрос не от экспертов, а просто от жителей. Вот эти стыки, по которым сейчас ехать, очень неприятно. Они так и останутся? Они так и останутся. Давайте про стыки отдельно поговорим. Почему они появились? И вот что случилось, что они нужны? Почему нельзя было сделать без стыков? Вы вопрос задали. Да. Я могу ответить. Понимаете, дело в чем? Я не знаю, кто-то брал приборы в руки. Когда делали... Вы можете сказать, вот все на старого заказчика. Они вывели. Так смонтировали бордюры и один ряд тротуарных блоков, что на некоторых балках вообще вот столички ложить. Ведь мы же должны привести эту общую систему к одному уровню. А если он не получается? То есть, если задали программу из двух ниток, под которую мы должны подстроиться, а она не получается. Там ошибка. И мы вынуждены были остальное достраивать, потому... А иначе было бы еще хуже. Переформулирую вопрос. Вообще наличие вот этих железных штучечек, через которые проезжают машины, да, то есть мы как обычные горожане, увидели, что появились эти железные штуки. Это стыки. Я понял ваш вопрос. Эдвалка пролезла средних 33-х метров, да. Она лежит на опорных частях. С одной стороны, неподвижная опорная часть. Она состоит из верхнего и нижнего балансира, жестко соединенных зубьями. Они могут только чуть-чуть слегка поворачиваться. Со второй стороны, подвижная опорная часть. Тоже балансир сверху, балансир снизу, посередине каток. Средническая форма. Каток соединен с верхним и нижним балансиром зубьями. Этот каток при приобретении балок и температуры, он уже удельняется. Все, наверное, об этом знают, что любой предмет при названии расширяется. Балка должна удлиниться, и этот каток должен повернуться. То есть вот эти перемещения балки, они компенсируются дофронут швами. Чтобы дать возможность балке переместиться, сверху устраивается дофронут шов. Мы почему-то сделали вот этот резиновый компенсатор, который гасит вот эти перемещения, чтобы сверху не видно. Поэтому делаются деформационные швы. Чтобы обеспечить нормальную работу балок в продвижном строении, с учетом воздействия температуры и даже временной нагрузки. Потому что временная нагрузка, когда много машин, балки из тряга прогибаются, потом возвращаются, чтобы могла быть спокойная, свободная работа этих балок. Для этого и нельзя. Деформационные швы. Скажите вам, а без деформационных швов мост может функционировать? Ну, нет, конечно, нет. Конструкция моста. Еще пару лет. Мне некуда балки удлиняться, она друг друга уплется, и начнет разрушаться. И опять-таки вопрос от не специалистов. Раньше таких балок не было, сейчас они появились. Почему? Они всегда были, все живы. Но швов таких не было. Тогда при строительстве мостула еще не было. Для того, чтобы было идеальное прохождение, надо специальные швы, которые стоят 10 ароматов. А их можно вообще когда-нибудь? Ну, вы понимаете, я узнавал у фирмы, которая, ну, именно у германской фирмы, можно ли здесь поставить такие швы, чтобы не было звука. Почему сам звук? Потому что у вас вот так идет шов, и колесо, грубо говоря, по 90 градусов преодолевает его. Из-за этого создается звук. Ты едешь как по этому, да, ты едешь как по путям. Да, он говорит, есть швы, он мне показал фотографии. Шов получается как синусоиды сделал. Колесо всегда преодолевает под углом сам шов. И ты не слышишь вообще. Он включал мне видео показать. Я говорю, разница в чем? Он говорит, в цене. Этот шов стоит в 10 раз больше, чем этот. Их можно. Вы представляете, сколько? Теоретически, да, если мы попросим Силья Вера, то... Вы представляете, сколько? Он никогда на это не был. Это слишком дорогое удовольствие. Еще дело в округе, если вытерял. Одно дело, когда вы едете по асфальту, асфальт он мягкая езда. Потом встречается вот этот шов, сделанный же из бетона. Бетон и асфальт в повости разные. А дальше идет вот эти металлические вставки. Конечно, будешь ощущать. На какой скорости надо ездить, чтобы не повредить? Нормативный 50 километров. До 50 километров. То есть, грубо говоря, не повредить ни мост, ни машину? Нет, мост вы не повредите. Мост уже не повредите. То есть, даже если какая-то тяжелая машина будет ехать, она не повредит. Но мы же видим троллейбусы, забитые людьми, правда, до 30 тонн. Мы видим автобусы, которые идут, лоцманы, которые ходят. Это больше 30 тонн. Этот мост позволяет в сегодняшнем состоянии любые нагрузки и технику 120-150 тонн. И мы ее проводим. Так, между собой не общайтесь. Еще вам скажу, вот вы все ездите между городами. И вы часто видите, что там есть такие напоминальщики. Вот едешь и смотришь, полоска, она так шипит. Пшик, потом пшик, пшик, пшик. Три-четыре раза. А вы знаете, что там превышение 2 миллиметра. Там она, просто она не такая, как асфальт, и она не так отзывается. А вы проезжаете, вроде там прямо лежит лежатель полицейский. А там нету превышения. Там 2 миллиметра. А звука много. Сейчас есть такие покрытия, которые идут на асфальте. Вот вы снижаете на него, и оно начинает вам свистеть. Вы сдехали. И сейчас все больше и больше эти материалы применяете. Можете ездить спокойно, с любой скоростью, если у вас деньги на штрафы есть. Хорошо. Теперь вопрос от Руслана Вишневецкого, а потом от вас. Я вам скажу, что мост запроектирован по нагрузкам 61-го года. Это колонна машин 30 тонн, расстояние между другом 6-7 метров. Это количество колонн может устанавливаться, ну, сколько по месяцу. Вот на такую нагрузку растет мост, фундаменты, сваи, они погружены на свайное основание, поэтому кто-то говорит, что-то там сядет, никуда не сядет, жесткое основание. Я сейчас диагрую. Можно еще. Юрий Федорович, вы сказали, что опоры не вызывают опасения. А почему тогда тендер был проведен на ремонт опоры? Ну, как он был объявлен, он висит как-то на прозоре. К сожалению, он еще не приведет. А зачем объявляли тогда, если все это мне показали, что опоры не требуют ремонта? Опоры требуют, чтобы их защитили на обучении, чтобы они не дошли до такого же. Их надо защитить. Чуть громче, пожалуйста, если можно. Спасибо. Опоры требуют защиты. Они простояли 60 лет, и для того, чтобы мост еще мог стоять добрую сотню лет, надо, чтобы опоры покрыли защитными покрытиями, заделали все сколы, которые есть, на ригелях навели порядок, навели порядок с опорными частями, и можно спокойно жить еще в конце. То есть еще работа по ним предстоит? Да. Это уже когда началось? Этот мост идет до конца с ремонтом и опорных частей, и опорой и все остальное. Хорошо, вопрос. То есть вот сейчас открыли мост. Значит ли это, что его 50 лет не надо трогать, или значит ли это, что его регулярно надо как-то там держать в нормальном состоянии, ремонтировать? Ну это мост как человек, за ним надо ухаживать, следить, текущие ремонты надо делать, это же надо ухаживать за ним. Вот опорные части, почему сейчас в таком неприглядном состоянии? 50 лет к ним не прикасались. Совсем нет. Они требовали там, каждый там полтора-два года осмотр и смазка, графитные материалы у нас. Если это не делать, то, конечно, будут ухаживать. Эксплантация нужна каждый год. То есть, грубо говоря, если кто-то сейчас будет какие-то работы на мосту проводить, это не значит, что мост не закончится. Это значит, что за ним ухаживают. Да, текущие, да, текущие, содержание моста, включая эти работы, о которых ты говорил, осмотр. Я добавлю пару слов. В предыдущем тысячелетии, в десятилетии, выпускались в основном швы такого вида. Я рисую, вы поймете. Вот такая вот петелька. Из железа 0,8-1 миллиметр. Это и говорилось о том, что через 10 лет эти швы положены менять. Туда не заглядывал ни в ток и в десятилетии. Так, следующий вопрос. Почему так долго? Почему надо было там перекрывать движение? Движение было перекрыто не все время, но все-таки иногда перекрывали движение. И почему долго? Почему нельзя было отремонтировать за 45 дней, за 3 дня, как это делают? Китайцы, за 4 дня, вот что случилось? Когда у нас в Украине будет 5 миллиардов московиков, тогда делаем. Это каждому дадим лопату и делаем за 45 дней. Это одно, потому что технологические процессы можно сделать. Нарушать нельзя. Нельзя нарушать. Можно для этой одной работы, чтобы выйти на право вопрос, а потом следующий. Сложка построена. Это не то, что вот так пришел и все сразу залепил. Для всех просто приведу пример. Все видели фотографии, да, все видели красного цвета мост. Но для всех, чтобы было понятно, мы выполняли напыляемую гидроизоляцию. Это три слоя. И каждый слой должен набрать свою маленькую марочную прочность. Я обращаю ваше внимание, почему маленькую. Потому что, если не высох первый слой, наносить второй мы не можем. Не высох второй, не набрал прочности, мы не можем наносить третий слой. Почему нам задавали вопрос, а вот один цвет сейчас такой, потом почему-то желтый, а потом почему-то красный. Так вот, для всех, чтобы было понятно, это три слоя напыляемой гидроизоляции. И нельзя положить сейчас один, через пять минут второй, и через десять минут третий. Есть промежуточный технологический интервал, который мы обязаны соблюдать. И я, как инженер технического надзора, по-другому не могу. Если у меня положено, ребята, семь суток уход за бетоном, который лежит, он семь суток будет лежать. Я не дам никому на него забегать, заезжать и так далее. Поэтому есть технологический процесс. Все это должны понимать. Ни больше, ни меньше. Вот почему так долго. Вот ответ на этот вопрос. Я так понимаю, что если бы, например, положили бы какой-то технологический слой, а потом по нём пустили бы транспорт, то работа бы пошла бы на смарку. Конечно, на смарку. Почему я ждал последние три дня перед укладкой асфальта? Все ждали, когда асфальт, когда асфальт, когда... Уже пестрил весь интернет. Но, к сожалению, я не могу. Я не могу. Хорошо. Вопрос от Ильи Рыбакова, который, к сожалению, не попал, потому что... Как это? Приоритет был журналист. Не высточает деформационных швив? Не высточает де. Ну, видимо, их то ли мало, то ли их не хватает. Как это можно? Сколько балок, сколько опор, столько швов. Сколько швов. То есть, простая арифметика? Конечно. На каждой опоре шов, даже два, с одной и с другой швов. Подвижный и неподвижный. То есть, везде, где есть у нас шов, везде он будет встает. Больше-меньше невозможно. Больше-меньше было тысячи метров. Тогда было только там шов и там шов. А так как у нас 41 опоры, значит, тут такое количество швов. Ясно. И второй вопрос был. Некачественный бетон. Я сразу сделаю подводку. При предыдущем подрядчике по некачественному бетону было возбуждено уголовное дело. Правильно? Да. Там была предъявлена сумма около 10 миллионов. Дело сейчас рассматривается в суде. Вчера было заседание. Да. Мы не знаем продолжение этой эпопии, поэтому комментировать... То есть, грубо говоря, дело в суде. Вы, вооруженные таким передовым знанием, использовали качественный бетон или все-таки тоже пытались сэкономить? Нет. Давайте я вам отвечу на этот вопрос. Той информацией, которую я вам сообщил интернет-журнал, здесь четко сказано, что после того, когда конструкция проходит с завода, изготовитель устанавливается на место, только потом делается вторичная защита бетона, который состоит из дополнительной грунтовки и красочных составов. Об этом четко сказано и на роботических документах везде. То, что раньше вот уложили барьерное ограждение, которому у всех претензии, да, это барьерное ограждение у него была недостаточная толщина защитного слоя бетона. Когда пошли зима, соль и все остальное, этот защитный слой начал облупливаться, как называется, разрушаться. Ну, потому что они сделали вторичную защиту, тогда была уже зима, они, значит, не успели ее сделать. Что касается нашего нового подрядчика, он все конструкции, которые он получил из завода, он после установки сделал вторичную защиту, как это полагается нормативными документами. Ясно, извините, немножко не так, чтобы вы знали, что первичная защита была сделана прямо на заводе, после этого ее привезли, еще раз пошлили защитой, а потом пошлили. Вот я же говорю, это вторичная защита делается здесь, после установки нового. Ясно, следующий вопрос. В восстановлении и укреплении конструкции применялись лучшие и самые надежные материалы. Строительная пена, есть фотографии, нано-картон и фанера. Это вопрос первому подрядчику. Мы это все исправляли. Ага. Ну, получилось исправить? Ну, конечно, получилось. А почему до сих пор пена там есть и картон? Нет, это не картон. Да. Это опалубка. Несъемная. Если из-за каждой дырочки, которую пробивали на мосту, когда мы демонтировали, я что вам отвечаю на вопрос, когда мы демонтировали, допустим, сняли выравнивающий слой, мы обнаружили, что на балках есть участки балок, которые высыпаются. Бетон слабый. Попала туда вода, она разрушила арматуру. Соответственно, получается небольшая выбоина. Мы замеряли эту выбоину, вырубывали ее до прочного бетона, устраняли поврежденную арматуру. Опять же, как? Ты замеряешь диаметр, если диаметр не соответствует, устанавливаешь новый. Делаешь нахлесты, благодаря, конечно, у нас для этого есть автор, который приходил, он давал чертежи. И мы это все выставили. Потом мы ставили, чтобы залить бетон, нужно было поставить опалубку. Понятно, что из-за одного кусочка фанеры залезть туда и снять его, но это не... Как правило, это середина моста. Это седьмая, восьмая, девятая балка. Перед бетонированием в любом случае нужно применить монтажную пену, чтобы защитить от выхода из бетона молочка. Это цемент, вода и песок. Останется один щепень. Чтобы оно не выбегало, ставилась опалубка, запенивалась. Пена изнутри лишняя удалялась. Да, снаружи она могла выбереть. Но чтобы туда не лезть лишний раз, не ставить леса, не отправлять людей туда под низ, это делалось сверху. Поэтому оно и поставилось. Поэтому и называлось съемная опалубка. То есть, грубо говоря, из дерева фанеры и монтажной пены делалась ванна, ванну заливался бетон, все, что осталось, не снималось. Если снять, сверху будет... Если это крайние части, то, конечно же, часть их снималась. Если это большие пролеты, то, конечно же, не съемная опалубка, она не снималась. Для очень интересующихся мы специально сняли часть такой фанеры. Девушка, часть такой фанеры сняли. Любой может зайти и посмотреть. Находится она на пролете 0,1. Это вот то здание такое разрушенное. Там балку заливали таким же методом. В этом году специально сняли листы фанеры, чтобы люди могли прийти и посмотреть, какое качество бетона под этой фанеры. А еще вопросы? А за сходами? Что там за сходами? Так, за сходами. Так, за сходами. Да, но отменили эти работы. Его отменили. Вам гроши не перерахували и сходов не будет? Громе говоря, сходы это следующий этап, да? Давайте, да, только проясним немножко. Если не будет. Есть технологические сходы, которые есть на левой стороне. Они установлены все. Есть сходы, которые подразумевают правую сторону. Там есть отдельный проект, отдельный тендер. Но, к сожалению, пока по нему никаких подвижек нет. Ясно. Еще там было указано, что по велодорожкам надо двигаться очень осторожно, поскольку они могут в любой момент отвалить. Ну, если будут ездить люди весом 5 тонн, отвалить. А нормальные люди будут ездить. Спокойно. А если сразу 10 велосипедистов? Спокойно могут. Сразу 10 велосипедистов могут спокойно. Главное, чтобы они туда разместились. Мы никого не задавили. И 720 пешеход далеко. Я могу, что у нас ретаверная зона рассчитана на 400 кг на квадратный метр. Нагрузка. Вертикально. Уважаемые журналисты, нам надо еще раз туда поехать и все поснимать. Все хорошо. 400 кг на квадратный метр по правой стороне. Вертикально. А можно енцидиастов запросить зараз? А я хочу журналисту запросить. Одне питание. Чего вы в нашей работе не видите ничего хорошего? Бачите, киньки поганого? Работа такая. Спасибо, не дождешься. Да, я так понял. Спасибо, не дождешься. Спасибо, не дождешься. Спасибо, не дождешься. Девушка, которая там какой-то регистрационный лист. Вот так? Да. То есть мне вот так вот ставят? Да. Рыбаков Илья, общественная организация платформы «Громадский контроль». Что сказали? Почему не пускают? Ну, не пускают то, что сказали, что нам не хватило места. Это формальная как бы отмазка, потому что мы были раньше большинства журналистов. Мы подходили, нам сказали, сперва будут аккредитованы журналисты. Потом после журналистов зашли представители какие-то городского совета, которые на самом деле не имеют никакого отношения к самому мосту. То есть депутаты городского совета, даже секретарь городского совета. Он не подписывал документы, он не в материале самого договора, он не в материале проектной документации. Но при этом люди, которые занимались проблематикой моста все эти годы, банально не попали и, соответственно, журналистам показывали потемкинские деревни. Вас повезли под ту часть моста, которой на самом деле большинство невыполненных работ не видно. Вас повезли туда, где работы, которые выполнены и уже осыпались. Их тоже не видно, и, соответственно, вам показали просто красивую картинку при полной, извините, относительно самого ремонта. То есть на сейчас на ремонт моста выделено уже, потрачено, то есть это не выделено, больше 107 миллионов первому подрядчику, 338 миллионов второму подрядчику. Закрыто целая куча актов на ремонты балок, на ремонты пролетных строений и ЕИ. И по факту эти работы в большей части либо невыполнены, либо выполнены некачественно.